Сегодня мы сделаем обзор книги Кена Хонды «Тайная жизнь денег. Секреты привлечения и переручения». Кен — один из самых известных писателей в Японии. На его счету множество книг о саморазвитии и финансах. Хонду по праву называют японским Робертом Киосаки. У него интересный и незаурядный подход к деньгам. Такого обзора на нашем канале вы ещё точно не видели. Поговорим о двух основных учениях Хонды. Урок первый. Деньги — это отражение нашего внутреннего состояния. В начале книги автор рассказывает странную историю из жизни. На вечеринке он познакомился с таинственной женщиной, которая ни с того ни с сего попросила Кена раскрыть свой кошелёк. Он оторопел, но показал ей содержимое своего кошелька. Женщина внимательно осмотрела каждую купюру и сказала, «Вижу, что ваши деньги в порядке. Мне нужно было убедиться, что они улыбаются». «Да», — сказала она, — «деньги могут плакать и смеяться, в зависимости от того, каким образом они вам достались. Если вы получили их с чувством вины, гнева или печали, то деньги будут плакать. А если их вручили с любовью, благодарностью и счастьем, то они будут улыбаться или даже смеяться, так как заряжены положительной энергией того, кто дал вам эти деньги. Например, вы помогаете близкому другу или члену семьи в непростое для них время. Или вы, наконец, решаетесь вложиться в замечательную бизнес-идею. Либо покупаете то, о чём давно мечтали. Или получаете оплату от вашего босса или клиента, который очень доволен вашей работой. Счастливые деньги помогают людям чувствовать себя наполненными и любимыми. Что касается несчастных денег, то их выплачивают крайне неохотно. К примеру, вы не удовлетворены размером оплаты за ваш труд. Или вы получаете оплату от недовольного босса или клиента, либо вы вынуждены выплачивать долг с высокой процентной ставкой. Всё это очень печальные деньги. Они пропитаны эмоциями гнева, разочарования, страдания и отчаяния. Дело не в том, сколько вы зарабатываете, а в том, с какими эмоциями вы получаете и отдаёте деньги. Именно этот фактор придаёт деньгам эмоции. К сожалению, на сегодняшний день большинство людей поддерживают именно токсичные отношения со своими финансами. Поэтому переходим к следующему уроку. Урок второй. Поток денег и благодарности. По мнению автора, деньги — это энергия, и, следовательно, находятся в постоянном потоке. Даже пока вы смотрите это видео, деньги витают вокруг вас. Выйдя на улицу, деньги будут течь отовсюду. Они будут в каждой покупке, продаже или обмене, которые совершаются окружающими. Люди, использующие деньги, закладывают в них определённую энергию. И именно вы ответственны за их самочувствие. Именно вы можете сделать деньги счастливыми. Давайте разберёмся, как это сделать. Совет первый. Скажите деньгам «аригато». Однажды автор общался со своим наставником Вахеи Такедой. Люди называют его «японским Бороном Баффетом». Кен попросил наставника поделиться с секретом успеха и ожидал услышать в ответ совет по инвестициям или фондовому рынку. Но вместо этого Такеда просто ответил. «Я говорю деньгам «аригато». Это означает говорить деньгам спасибо, благодарить их. Каждый раз, когда отдаёте или получаете деньги, говорите «спасибо». Это секрет философии дзен, которая учит с благодарностью относиться ко всему окружающему. Если вы, как и я, далеки от дзен-учения и духовности и считаете нелепым благодарить свои деньги, то поймите, что каждый клиент, который платит вам деньги, выбрал из всех специалистов именно вас. Это означает, что он сказал «нет» всем остальным. Он принял решение заплатить именно вам, хотя бы ради этого стоит быть благодарным. Когда вы тратите деньги, то получаете что-то взамен. То, что нужно вам. В обмен на деньги вы получаете то, что поможет на вашем пути. Просто будьте благодарны. Для этого не нужно постигать дзен. Вы спросите, но как чувство благодарности поможет наладить уже пошатнувшиеся отношения с деньгами? Всё просто. Когда вы по-настоящему благодарны, то произойдёт следующее. Во-первых, вы начнёте ценить свои деньги и перестанете о них беспокоиться. Вы не можете быть благодарным и беспокоиться одновременно. Человеческий разум может сосредоточиться лишь на чём-то одном. Невозможно испытывать благодарность и тревогу одновременно. Во-вторых, как только вы научитесь ценить свои деньги и возьмёте это в привычку, то научитесь ценить и другие вещи в своей жизни, такие как работа, начальник и клиенты. Универсальный закон гласит. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Благодарность уже существует внутри нас. Она прописана в нашей ДНК. Например, если кто-то поздравит вас с днём рождения и вручит подарок, то у вас непременно будет желание отблагодарить этого человека и сделать ему приятное. Таким же образом работает и признание. Когда вы признательны своим клиентам, они будут признательны вам. Они ценят вас по достоинству и рекомендуют вас своим друзьям и родственникам, что обеспечивает ещё больший приток клиентов. Вы начинаете смотреть на вещи иначе. Начинаете делать что-то по-другому. И самое главное, вы выглядите счастливее. Людям нравится иметь дело со счастливыми людьми. Никто не хочет иметь дело с пессимистичным человеком. Новые возможности, идеи и предложения будут притягиваться к вам. Деньги сами найдут вас. Совет второй. Всегда предлагайте больше. Представьте, что субботним утром вы испекли печенье и решили угостить им играющих рядом с домом ребят. Вы выносите миску с печеньем и предлагаете детям попробовать. Каждый берёт по одной штуке и бежит на площадку. Но один ребёнок остановился, сказал спасибо и уточнил, нужно ли вам помочь, например, помыть посуду. Теперь догадайтесь, кому из детей вы бы дали ещё одно печенье. Верьте или нет, но этот простой принцип работает как в жизни, так и в бизнесе. Тот, кто благодарен и готов помочь, всегда получает больше. Поэтому всегда выполняйте работу на 110%. Если вы работаете с клиентом, то предложите ему бесплатную дополнительную услугу. Если отгружаете товар, то положите небольшой подарок. Если платите кому-то за работу, то заплатите немного больше обговорённой суммы. Все эти действия преобразуют негативные эмоции денег в положительную энергию. Ваши деньги будут счастливы. На этом всё. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня.